Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я буду готовить раствор для противогрибкового опрыскивания из гомаира и аллерина. И покажу вам, как я его делаю, и немножко вкратце расскажу о этих препаратах. Про аллерин я уже говорила. Я собиралась обрабатывать свои томаты еще неделю назад, но из-за экстремальных погодных условий, когда у нас тут начал падать снег, град, мне было некогда, отгребала снег из лунок, но обрабатывать все равно нужно. Вот сегодня я еще раз вернулась к этому и хочу немного рассказать. Я уже говорила, что таблеточки, вот аллерина я вам показывала, один из недостатков, что они очень хрупкие и такие как бы рыхлые, рыхлые таблеточки, поэтому я их сразу разложила парами, вот они даже некоторые совсем рассыпались, но я теперь знаю, что в каждом мешочке один гомаир и один аллерин. Раз я решила их использовать вместе, я их разложила, и когда я буду готовить, я буду знать, что здесь вот профилактическая доза, это вот одна на литр, если заболевание, то двойная. Как я уже сказала, про аллерин я вам рассказывала, гомаир относится к таким же биопрепаратам, фунгицидам, они схожи по действию фитоспоринам, там находятся штамбы грибов, и вот что я хочу выделить, вот у меня такая большая-большая инструкция, многие их не читают, а когда в магазине мы выбираем средства, мы вообще их не смотрим. Вы должны обратить внимание, что вот после первого видео мне сказали, что нужно их обязательно в паре, в паре их не обязательно, но тут написано, что для достижения наилучшего результата рекомендуется аллерин и гомаир применять, и еще глиоклодин, но я сказала, что я не могла нигде, до сих пор не могу найти глиоклодин, а именно он нужен при высадке огурцов в лунку, чтобы добавлять. Но вот у меня только гомаир и аллерин. В инструкции написано, что препараты дополняют друг друга, но применяются и поочередно, могут быть по одному, и в комплексе. Так что можете применить, например, один гомаир или один аллерин по очереди или вместе, это не важно, но вместе, конечно, они эффективнее, как пишут специалисты, и нужна температура обязательно выше 8 градусов. Если у вас холодно, если у вас 5 или 6, не применяйте, пожалуйста, вот эти вот биопрепараты, потому что грибные вот эти штамбы, споры грибов, они не будут работать, им нужно тепло. Дальше, что я хочу отметить еще, вот когда вегетативные обработки мы делаем, различайте, какие вы хотите сделать обработку во время заболеваний или профилактическую. Вот я делаю профилактическую, я буду делать одну таблетку аллерина и одну таблетку гомаира на 1 литр воды и опрыскивать по листу. Если вы будете поливать почву, то воды на 2 таблетки 10 литров. Воды, как сказать, раствор менее концентрированный. Обработка по листу будет более концентрированная, а по грунту меньше таблеток у вас уйдет. И интервал 7-14 дней. Если у вас профилактическая обработка, то вы можете повторить только через полмесяца, ну в смысле чаще не нужно, вам нет нужды. А если у вас заболевание, то раз в неделю нужно делать. Вот тут уже мне написали, что он не действует, ничего не помогает. Но нам никто не дает гарантии. Вот сегодня, например, опрыскиваем, сегодня, завтра ничего нет. Но вполне возможно фитофтора появится. Мне кажется, нет даже еще такого никакого средства, чтобы делать профилактические. Там и йод, зеленка, все-все-все. Но от фитофторы никто не даст нам гарантию, что фитофторы не будет вообще. Но мы для чего делаем профилактические вот эти обработки? Конечно, для того, чтобы все-таки уменьшить эту вот возможность возникновения. И вот для этого сейчас, я сегодня уже показывала, что я сделала подкормку корневую золой и туда же добавила иод для дезинфекции грунта. А вот по листьям я сделаю обработку, по листу, вот этими противогрибковыми препаратами, биопрепаратами. Так что вот сегодня у меня обработка полностью экологически чистая. И грунт я обработала народными, можно сказать, средствами. И вот эту листовую обработку от заболеваний грибковых я сделаю тоже биопрепаратами. Так что пока что я обхожусь без агрохимии. Но я всегда повторяю, если наступит крайний предел, если действительно придет фитофтора, погода, если будет такая, как сегодня, дождь, сыро, вполне возможно, что она будет, то буду обрабатывать хомом или бордоской смесью, или орданом. Но дело в том, что после обработки хомом или орданом мы не можем кушать наши плоды. Вот, например, если будут уже бурые или полуспелые, нужно делать за полмесяца, за две недели. То вот эти биопрепараты чем хороши? Что только обработал, можно на следующий день или в этот же день помыть плод и скушать. Они совершенно безвредны, экологически чистые. Один мужчина написал, Михаил, что стоит около 90 рублей, золотые будут помидорчики. А как вы хотели? Вы посмотрите в магазинах цены на экопродукты. Они очень дорогие, они в несколько раз дороже простых. Вот поэтому они и дорогие, потому что выращивание экологически чистой продукции, оно никогда дешево не обходилось и не обойдется. Химией, конечно, проще все обработать, опрыскать, дешево и сердито. Еще для плодородия, для большего урожая селитры полить. Но мы пойдем другим путем. Мы сначала постараемся вырастить без химических, без фабричных. А потом, если уж будет нужда, тогда добавим химию в крайнем случае. Все. Как растворяем? Нужно хорошенько растворить в небольшом количестве воды. Потом я все это солью в ту емкость, в которую мне нужен литр. Вот когда вот это растворится, я сейчас долью до литра. Сейчас я вам покажу. Так, долью до литра. Все, сейчас я все это залью в жука. Так как у меня профилактическая обработка, я сделала раствор. Одну таблетку гомоира и одну таблетку аллерина на 1 литр. Вот здесь я их растворила. Сейчас в жука волью и добавлю литр чистой воды. У меня получится для обработки 2 литра рабочего раствора. И этим я пойду прыскать сейчас все. Томаты, листики. Там рядом какая земля. Если что останется потом прям под корнями стволики, листики. Сами плоды. Все буду опрыскивать. Все это я вам покажу. Я вот сейчас показала, что приготовление раствора очень-очень простое. Ну, просто таблетки растворяем в воде и все. Сейчас перемещу в жука. И после того, как я обработаю, все сниму, выложу тогда именно про обработку. Как нужно тщательно именно нижние части растений. Там, где стволик. Там, где нижние листья. Нужно попадать обязательно с нижней части листа. Именно оттуда начинаются все грибковые заболевания. Но вот это было только приготовление рабочего раствора. Еще раз напомню, что количество таблеток зависит от того, профилактические вы будете делать обработки, или уже у вас заболевания, будете вы бороться с заболеванием. Вот у меня профилактические. И пока концентрация не очень большая. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok